Добрый день, YouTube! Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала! Представьте себе планету, которая ведет нас по мрачным, неизведанным тропам, но в то же время дарит нам неоценимые уроки и мудрость. В мире ведической астрологии такой планетой является Шани, или, как его называют на западе, Сатурн. Визуализируйте перед собой эту планету. Огромный, медленно-медленно двигающийся гигант темно-синего цвета. В субботний день, который посвящен Шани, вы можете увидеть людей, где-то в черное, чтобы укрепить свою связь с этой планетой. Шани — это ведь не просто планета, это учитель, и под его присмотром мы учимся терпению, усердию, находим в себе силы преодолевать самые большие жизненные трудности. Он напоминает нам о наших кармических долгах и предстоящих уроках. Возможно, вы слышали о периоде Сады-Сати. Это время, когда Шани проходит по определенным знаком Зодиака, принося с собой целую палитру испытаний. Но, пройдя через них, мы выходим обновленными, наполненными новым опытом и глубоким пониманием жизни. Но не думайте, что Шани — это только испытание. Вовсе нет. При правильном подходе и понимании его энергии он может стать вашим союзником, ведущим к реализации вашего безграничного потенциала. Дорогие мои, присаживайтесь поудобнее, берите чашечку чая в руки. Информации очень много и вся она очень интересная. Можете пока сердечко в комментариях поставить. А я хочу поблагодарить всех зрителей, которые отправляют суперспасибо. Мне очень-очень приятно. В этом видео я вам расскажу о самой загадочной планете гороскопа, а также дам способы и методы гармонизации не только Сатурна, но и также Запада дома. Сатурн — это самая удалённая планета от Солнца Солнечной системы, период обращения которой составляет около 30 лет, до что Сатурн получил характеристику «медленный». И один из эпитетов Сатурна — «Шани» на Санквите, «Шанэсчарам» — это означает «медленно двигающийся». И это отражается в его влиянии и в качествах дня, недели, суббота. Это день для отдыха и покоя, который ничего не стоит предпринимать, так как результаты будут совсем не скоро. Сначала хочу вам рассказать небольшую историю о рождении Шани. Рождение и деяние Шани удивительны. Его отец Сурия, бог Солнца, царь планеты, а мать Санджи — дочь Вишвакармы, дочего богов. И однажды Санджи решила уйти от мужа. Жар Сури испопелял её. Она оживила Чхаю в свой день, а сама вернула её в дом отца. Отец очень рассердился на дочь за этот поступок и сказал, что при любых обстоятельствах она должна оставаться с мужем. Вишвакарма не приняла её в свой дом, и Санджи должна была искупить свой грех или вернуться к мужу. Она выбрала искупление. Дочь Вишвакармы пришла на поле к Урукшкедру и приняла углек обылицы и дала обед. А тем временем Чхая оставалась неуданной. От её союза с Сурией родилось ещё трое детей, и Шани один из них. Как только родился Шани, отец взял его на руки. Этот обычай всегда существовал у богов и у людей. И когда отец берёт новорожденного, он передаёт свою силу и поддержку ребёнку. Но маленький Шани взглянул на отца, и лицо Сурии покрылось прокатой. Затем Шани взглянул на слугу, и тот упал замертво. Сурия понял, что это необыкновенный ребёнок, так как один взгляд его приносит несчастье. Господь Шиба, учитель Шани, повелел ему стать богом планеты Сатурн, которая олицетворяет несчастье и страдания, служит показателем негативной кармы человека. Шани темноволос, худощав и высокого роста, он хромает на одну ногу, его взгляды боятся даже боги. Облачённый в синее, с тёмно-синим телом, с четырьмя руками, сын солнца, ужасный обликом, миролюбивый нравом, поседающий на быке с неторопливой поступью, несущийся в руках свой трезубец, луку-булаву, драгоценным сапфиром в венце головы, дарующий блага жестом руки своей, не спасывает владыка Сатурн милость свою во веки веков. Сатурн — владыка времени, и никто иной, как он определяет длину жизни и приход смерти. Гродное реличие Сатурна повергает всех священный трепет. Только он обладает такой силой среди всех планет. Он ведает лишениями, утратами, несчастьями, а потому все живущие люди страшатся его. Тому, кто угодит ему, он может даровать царство, но тот, кто разогневает его, лишится всего в один век. А вот благосклонность Сатурна приносит счастье, но ярость его разрушает человека без следа, стирает само имя его из памяти людей. Сатурн является очень грозной планетой, приносящей разрушения и несчастья. В повседневной жизни он символизирует в семье старик и слуги, старые дома, особенно какие-то кирпичные. Для рождённых ночью Сатурн символизирует отца, заменяя Солнце. В обществе, если Солнце — аристократ, то Сатурн — демократ, Марс — диктатор. Низшие классы, коллеги, демократы, старики — все они в традиционной астрологии представлены Сатурном. Владыка Запада. Меркурий и Венера, кстати, являются друзьями Сатурна. А Солнце, Луна и Марс — это его враги. Юпитер — нейтрален. Раку и Кету считают его, конечно же, своим другом. Его сторона света — Запад. Тень недели — суббота. Он правит созвездиями Козерога и Водолея. Хочу остановиться поподробнее на камнях Сатурна, потому что с ними не совсем все так просто. Камни Сатурна — это, конечно же, синий сапфир, синий турмалин, аметист. Аправа для камней — железо или сталь. Средний палец. Средний палец принадлежит Сатурну. Аметист — это камень для сахасрары, верхнего энергетического центра. Он придает ему ясность. Аправленный золотом он принесет процветание. Его можно носить в кольце или в виде кулона на золотой цепочке, например. Людям с нейромышечной слабостью полезно носить аметисты или класть их по четырех углам постели. Некоторые аметисты имеют более темный цвет, который передает им энергию родственную Сатурну и сходную с той, которой обладают голубые сапфиры. Аметисты даруют достоинство, любовь, сострадание, надежду. Этот камень помогает контролировать эмоции и полезен при нарушениях равновесия ваты и эпиты. Синий сапфир приносит владельцу качество этой очень духовной планеты. Сатурн все-таки у нас божество просветления. Голубой сапфир успокаивает вату и капку и может стимулировать питу. Он способствует росту мышц и склета и помогает исцелять артип. Носите голубой сапфир на среднем пальце правой руки, желательно в серебряной оправе. Не носите его с бриллиантами, потому что это будет создавать дисгармонию. Что касается лазурита, этот камень, обладающий энергией, подобной энергии Сатурна. Он является божественным уму и сознанию, делает своего владельца более чувствительным к высшим духовным вибрациям. Он укрепляет глаза, успокаивает вату и питу, помогает при тревоге, страхе и славе сердца. Кроме того, он очень полезен для печени и при каких-либо заболеваниях кожи. Лазурит всегда следует отправлять в золото и носить на мизинце, либо в виде ожерелья. Самая главная часть кармы. Поскольку Сатурн реализует карму, астрология считает, что его очень сложно умелось его действия скорректировать, ведь он беспристрастный судья. Однако совершение некоторых действий у Пай может смягчить его приговор. Чтобы умиловести Сатурн, человек должен обратиться к тому, чему Сатурн покровительствует, и совершать бескорыстные действия в отношении этих существ и предметов именно по субботам. Люди, которым покровительствует Сатурн, это, конечно же, старики, люди, имеющие дело со старыми вещами или со смертью. Те же историки, работники похоронных бюро, кожевники, люди, имеющие дело с добычей полезных ископаемых, рабочие, отшельники, монахи, затворники, какие-то странные люди, странники, бездомные. Птицы Сатурна – это вороны, стервятник и кукушка. Животное Сатурна – слон. Пища Сатурна – это, конечно же, черный кунжут и лучистая фасоль. Растения – это бесполезные или некрасивые на вид деревья и фиалки. Одежда Сатурна – это старая, лохмотья, рваная одежда, изношенная одежда. Металлом Сатурна является железо, особенно благоприятным является ношение кольца, сделанного из подковы черного коня. Однако день и час для такого действия необходимо рассчитывать. Но с кольцами нужно быть намного более аккуратным, с камнями. Черный, темно-синий джетч рекомендует использовать именно эти цвета, а также ярко-синий для одежды. Ярких красок и красочности вообще лучше избегать. Но действия Сатурна определяются накопленными человеком кармами и санскарами. Действия Сатурна просто обнажает их и приносит человеку какие-то кармические плоды в его прошлых поступках. Таким образом, Сатурн является планетой не только смерти и несчастья, но также и планетой воздаяния и справедливости планеты. В период воздействия, который человек пожинает плоды своих карм, очищается и трансформируется. Конечно же, Сатурн – это сокрушитель эго. Лишь смирение, терпение и бескорыстие могут умилостивить Шани. Эти качества Шани ценит превыше всего. Он беспощаден к эгоистам, к тем, кто горд и высокомерен. До тех пор, пока Шани не сломит эго и не добьется своего, он не успокоится. Кроме того, именно Шани наделяет человека самыми и чайшими качествами в этом мире – верностью, преданностью, стойкостью и смирением. Шани – это наш великий учитель. Урок Сатурна состоит в том, чтобы научиться с благодарностью принимать, а это и есть настоящее смирение. Так только меняется наше сознание, всё вокруг начинает меняться. Великий святой Вашнавизма Шридхат Махарадж говорил, мир дружественен по отношению к Вам. Исправьте себя. В лидическом Писании рекомендуют поклоняться Шани, божеству Сатурна ежедневно, и рекомендуется совершать по субботам по отношению к железному образу его, предлагая ему чёрные семена кунжута, кунжутное масло и сахар. Ом Намок Хагавате Курмадевая – моё огромное уважение Верховному Богу Курмадеве, который даёт защиту от всех неблагоприятных явлений, возникающих из-за дефектов планеты Сатурна в моём гороскопе и дефектов вас в западной части моего дома. Ом Прам Им Прам Сах Шана Е Намаха Эта мантра повторяется 24 тысячи раз в течение 40 дней, 5-6 кругов мантры каждый день. Начало практики – это транзит Луны через положение Сатурна в вашей таблице Раши или в субботу. Что даёт эта мантра? Повторение мантры способствует улучшению концентрации, развивает верность, преданность, волю, терпение, предусмотрительность, организаторские и исполнительские качества, а также обеспечивает более мягкий выход негативной кармы, даёт покровительство пожилых и влиятельных людей, что для многих является главным. Главной карточкой Сатурна является время, визитной карточкой. Время – это самая загадочная категория нашего четырёхмерного пространства. Что такое время? Одна минута может длиться вечность, а несколько часов пролететь, как миг. Но даже на протяжении всей нашей жизни время течёт как-то по-разному. В детстве оно очень долго тянется, потом начинает стремительно мчаться. Смерть – это ещё один лик Сатурна. Каждая планета проводит энергию Абсолюта и его волю. В астрологии Сатурн показатель продолжительности нашей жизни, показатель смерти. И ведические писания говорят, что итог нашей жизни – смерть. Поэтому жизнь человека рассматривается как подготовка к смерти. В момент смерти всё встаёт на свои места и проявляется главное отождествление Личности, главные мотивы жизни. В момент смерти человек вспоминает самое главное, вспоминает начало, то, что стало центром всей его жизни. Время, смерть, самоосознание – это всё проявление любви Абсолюта, который приходит к нам через влияние вот этой вот могущественнейшей планеты Сатурн. Сатурн – это сила любви нашего вечного доброжелателя, а он вне действенности, он абсолютное благо. В материальном мире, в двойственности Любовь абсолютно проявляется через влияние Сатурна, приходя к нам в виде даже не страдания, а испытания. Но обратная сторона этого урока – познание себя. Оторить ими во власти Сатурна. Субботу управляет Шани. Сатурн – это, пожалуй, самый серьёзный день недели. Сатурн на лице творяет с собой долг, судьбу, карму, смирение, отказ от удовольствия. Он очень критичен, консервативен, характер его сдержан. Он даёт духовные знания, он даёт мудрость, пришедшую в результате страданий. В субботу лучше ограничивать свои желания и потребности, не говорить о каких-то переживаниях, о проблемах. Что о проблемах говорить не стоит, я вам говорю практически в каждом видео. Это вообще не лучший день для ведения бизнеса, так как увеличивается вероятность противостояния, каких-то потерь, задержек. Исключение составляет приобретение земли и недвижимости. Суббота – неблагоприятный день практически для любых начинаний. Не стоит планировать на субботу ни серьёзные мероприятия, ни важные поездки, ни свадьбу, ни какие торжества. Всё, что вы начнёте делать в этот день, может следить в какие-то неприятности, могут быть какие-то трудности, какие-то отсрочки появляться в делах, могут возникнуть неудачи и какие-то проблемы. Этот день для отдыха. В этот день лучше не работать. Если нет такой возможности, то пожертвуйте на что-то хорошее пожилым людям. Да, это могут быть необязательно материальные деньги, даже еда. Очень хорошо в субботу побывать на природе, уединиться, заняться духовной практикой, йогой, медитацией, кормить птиц, кормить ворон, опять же, вспоминать предков. В этом секрет успеха субботы. Также в субботу можно заниматься привычными домашними делами. Но главное помнимать. Брать на себя скезы, например, обед молчания какой-нибудь. Хорошо оказывать помощь пожилым, нищим, инвалидам, беженцам. Общение со старшими принесет огромную пользу. Попросите прощения у тех, кого вы обидели. Удешьте кого-нибудь, скажите или сделайте что-то доброе. Но не потому что я так сказала, а потому что вы искренне хотите помочь и сделать какой-то добрый поступок. Это будет очень хорошо. Для субботы подходит еда с каким-то вязком. Загляжущим вкусом. Благоприятно надевать одежду темных цветов. Синюю, черную, фиолетовую. Носить украшения с синими и темными камнями. Еще очень важно контролировать то, что вы говорите, и быть особенно честным. Тогда ваш авторитет значительно вырастет в глазах окружающих. Очень благоприятно произносить и слушать мантры Сатурна. Сатурн и здоровье. Конечно же в медицинском аспекте Сатурн управляет у нас сухожилиями, нервами, зубами, костями, селезенкой и правым ухом. Ответственен за чувства слуха. Сатурн также у нас отвечает за волосы, ногти, костный мозг. Эти органы могут болеть и их нужно особенно беречь по субботам. А закономерность уже была не раз подтверждена, что частые головные боли бывают у людей со слабым Сатурном. Планета отвечает за деятельность жизненной энергии человека. Возможность справляться с какими-то трудностями жизни, не уставать во время работы. Человек с плохим Сатурном во время работы чаще думает не о работе, а о денежном вознаграждении, что является корыстью. Тогда появляется усталость, какие-то нервные заболевания, постепенно позвоночник, суставы утрачивают свою крепость. Позвоночник – это наше древо жизни. Как следствие плохого положения Сатурна, трудная и тяжелая жизнь. Владотворная и трудолюбивая жизнь – это Сатурн в хорошем положении. Ленивая жизнь, опять же слабый Сатурн, напряженная жизнь, сильный Сатурн в плохом положении. Работа с любовью позволяет окружающих людей сделать счастливыми, что в свою очередь укрепляет позвоночник и суставы. Но не стоит путать работу с любовью и работу, пусть и усердную, но с корыстью, с постоянной мыслью о деньгах. Надо всегда помнить, что деньги придут сами при правильном отношении к труду. Никто никогда вам не скажет, ложитесь на реван, сейчас посыпется. Хотя я лично, я так всегда и говорю, и делаю. На самом деле, человеку открываются возможности, открываются двери, где казалась глухая стена. И все события складываются самым лучшим образом. Только все эти возможности нужно пойти и взять. Тогда и деньги сами придут. Это и есть один из ярких примеров, как усилить Сатурн. Любовь к труду – это усиление Сатурна. Управитель Накшатры, где расположен Сатурн и соответствующие медицинские проблемы, которые могут быть. Солнце – это болезни глаз и селезенки, туберкулез, какие-то переломы, инфекционные лихорадки. Луна – это расстройства женского цикла, меланхолия, трудоголизм, боязнь будущего. Марс – могут быть лихорадки, фурункулы, новообразования, колики, какие-то заболевания кожи. Меркурий – это уныние, неуверенность в себе, плохая память, нервозность и ревматизм. Юпитер – это вялость, расстройства сна, высокое давление, заболевания печени и эндокринной системы, и переедание. Венера – это заболевания мочеполовой системы и глаз. Сатурн – отменное здоровье. Раху – это импотенция, болезненный пессимизм, заболевания, которые трудно диагностировать. Акету – это обезвоживание, аппендицит, заболевания кишечника, какие-нибудь дисфункции, гипофиза. Сатурн наделяет такими качествами характера, как упорство. Стабильность, надежность, задержки, препятствия, трансформация, смерть даже. Если Сатурн находится в неблагоприятном положении в гороскопе, то получение результата под действием человека замедляется. И возникают препятствия и задержки. Сатурн также управляет разделением. Он причиняет нам боль, забирая у нас то, что нам дорого. Хорошее положение Сатурна в гороскопе даёт человеку благоразумие, надёжность, честность, преданность и целомудвие. Профессии людей с сильным Сатурном обычно связаны с землёй, недвижимостью, какими-то источниками сырья. Если Сатурн поражён, то будет наблюдаться неудовлетворённость, какая-то раздражительность, гнев. Сатурн может вносить в жизнь ограничения, нужду, лишения на материальном плане, но даёт стремление к духовному познанию, к духовному совершенствованию. С ярко выраженным Сатурном в гороскопе люди обычно замкнуты, серьёзно имеют глубоко посаженные глаза. Если Сатурн негативно влияет на характер человека, то человек может иметь какие-то садистские наклонности, быть жадным, ленивым, нечестным, каким-то трусливым, безответственным и даже склонным к употреблению наркотиков. Сатурн создаёт препятствия, задержки, могут быть какие-то беды, бедность, короткую продолжительную жизнь может дать. Он делает человека полностью одиноким, беспомощным и может вызвать к нему вражду, заставить его воровать, судить его. Сатурн также может заключить человека в тюрьму, так как он управляет преградами, одиночеством и несчастьями. Ну а когда Шанин негативно влияет на профессиональную деятельность, человеку приходится очень много работать, тяжело и без достойного вознаграждения. В нашем доме Сатурн отвечает за зону запада, это зона оттока пронической энергии, это та самая причина, почему я всегда выбираю и уже кармически притягиваю квартиры с туалетом на западе. Запад представляет элемент воздуха в его негативном проявлении. Если на западе находятся подъёмные воды, колодцы или вырезы на периметре, значит в зоне оттока энергии элемент земли, блокирующий негативные потоки, слабеет. Если много сейта поступает с этого направления, то это приводит к ссорам. Если присутствует дополнительный дефект на юго-востоке, то эти ссоры смогут приводить к насилию. Запад также связан с тратами, с потерей денег, так как находится в 180 градусах от востока, связанного с их получением. Для того, чтобы контролировать негативную энергию Запада, необходимо контролировать и гармонизировать энергии Сатурна и Раху. Что вы можете сделать прямо сейчас, для того, чтобы гармонизировать свой запад? Это положить 15 килограмм бронзы или нержавеющей стали в форме круглой плиты под пол или на участке ближе к забору в этой зоне. 7 круглых бронзовых спиралей или 7 спиралей из нержавеющей стали. Пленка голубого оттенка на окна в этой зоне, если они у вас там и есть. Светильники с круглыми абажурами синего цвета. Полукруглая каменная скамька на ландшафте в этой зоне. Синие, не более 30% и голубые оттенки покрытия пола и стен. Поскольку элемент воздуха в этой зоне представлен в большей степени негативным влиянием, то для нейтрализации этого влияния также используются меры коррекции, связанные с усилением элементов земли в этой зоне. Соответственно, полые пирамиды на потолке синего цвета. Элементы декора из бронзы или нержавеющей стали на стенах. Круглые колонны в этой зоне. 7 больших камней на ландшафте, окрашенных в цвет этой зоны. Еще один способ коррекции – это наполнить синюю емкость, это может быть бутылка, на три четверти объема кунжутным маслом. И в это масло поместить 7 железных стержней. Емкость закрыть и разместить на западе в укромном месте так, чтобы она была скрыта от чужих глаз. Можно также поставить большую вазу и наполнить ее камнями. Рядом с ней установить бронзовую или стальную тарелку и наполнить ее зернами черного и белого кунжута, на которые положить 7 камней. Это будет нивелировать недостатки западного сектора. Переходим к саду Сати. Пурана описывает, как однажды непобедимый демон Равана, покорив три мира, захватил в плен все семь планет. Но ему было мало того, что они покорились ему, он захотел еще их унизить. Равана приказал, чтобы на ступенях к трону положили поберженных богов, начиная от Великого Сурии и заканчивая Шань. Всходя на трон, он ступал по спинам богов. И как-то раз великий мудвец Нарада пришел во дворец Равана и увидел это все своими глазами. И он был просто в ужасе. Нарада воскликнул. «Как же ты, Шаня, терпишь такое? Тебя же невозможно победить!» А Шаня тихонько ответил. «Я бессилен, так как Равана положил меня лицом вниз, и я не могу взглянуть на него». Нарада успокоил Шаня. «Не беспокойся, я все сейчас устрою». В разговоре с Раваной он стал превозносить его силу и могущество. «Ты настолько могущественен, что победил все планеты. Более того, ты ступаешь по их телам, когда идешь к трону. Почему бы тебе еще более не насладиться унижением богов, видя в их глазах страдания?» «Наступить на грудь» означает выражение самого большого пренебрежения. Нарада напомнил об этом Раване. Тот обрадовался и приказал своим слугам перевернуть богов на спину. Как только он это сделал, Шаня взглянул на Равану, и на него посыпались все проклятия и несчастья, которые только могут быть. Точный расчет Сады Сати по градусам от натальной Луны. Дело в том, что Сады Сати не начинаются у всех лунных знаков в одно и то же время. Наша карма приходит к нам по индивидуальному расписанию. Поэтому для отчета точного расчета периода Сатурна астрологи используют градусы от натальной Луны. Например, если у вас Луна находится в седьмом градусе Козерога, мы ставим точку нахождения Луны в самый центр Сады Сати и отсчитываем назад от нее полтора знака, а также вперед полтора знака. Ведь мы помним, что Сады Сати занимает три знака, то есть 90 градусов неба. Другими словами, мы должны отложить вперед от Луны 45 градусов и назад 45, всего 90. Таким образом, в Сады Сати человека, у которого Луна в седьмом градусе Козерога, начнется с 23 градуса Скорпиона и продолжится до 22 градуса. Этот метод расчета является более точным, потому что он учитывает индивидуальные особенности натальной карты человека и сроки Сады Сати более соответствуют реальным событиям из жизни. Что же ожидать в период Сады Сати? Луна отвечает за тонкое тело человека. Это наш ум, наши эмоции, психологическое состояние. И когда Шани своим транзитом начинает оказывать на нее влияние, у человека возникает беспокойство, тревога, как же жить, различные переживания, возможно, стрессы, депрессия, вялость. Шани – это граха, которая олицетворяет карму человека. Шани – это царь кармы. И события, которые будут проходить в период Сады Сати, носят кармический характер. Если в целом карма у человека хорошая, то и период будет пройден без каких-либо особых потерь. А если не очень хорошая, то человека будут ждать большие изменения в жизни, трансформации в сознании. В любом случае, период Сатурна приносит изменения в жизнь, приносит изменения в жизнь каждого человека. Это могут быть как яркие позитивные перемены, так и не очень. А могут приходить и различные испытания. Но важно помнить одно – все, что происходит с нами, делается только для нашего блага, для нашего роста и для развития личности. Помните, что пришли такие энергии. Поэтому научитесь принимать любые события в жизни с благодарностью и извлекайте пользу из тех уроков, которые преподносит нам Шани. И помните, все, что происходит, все к лучшему, все только для вашего блага. События будут разворачиваться прежде всего в тех сферах жизни, за которые отвечают дома, по которым идет Шани своим транзитом. Но, пожалуйста, не пытайтесь сделать анализ событий самостоятельно. В ведической астрологии для этого нужно учитывать очень много различных параметров, и это может сделать только потомственный ведический астролог. Я доверяю только таким. Лучше обратиться за консультацией к нему, нежели придумать что-то самому и волноваться. Для определения характера событий, которые принесет человеку период сады сати, нужно в первую очередь рассматривать его астрологический период на данный момент. У каждого человека будет идти своя Даша, и эти периоды будут находиться под управлением разных грах, что отразится и на прохождении сады сати. Также необходимо учитывать систему Аштакаварга, оценивая баллы, которые получает тот или иной дом гороскопа, а также баллы Шани в этих домах, учитывая само положение Луны в карте, то, как она себя чувствует. Поэтому, пожалуйста, будьте с этим очень внимательны. Я обращаюсь только к потомственным ведическим астрологам. Также для анализа сады сати очень важно параллельно рассматривать транзиты Юпитера. Благоприятно расположенный и сильный транзитный Юпитер будет защищать человека от пагубного воздействия Сатурна на протяжении определенного отрезка времени. Сады сати. Период Сатурна и его влияние на жизненные процессы. Благоприятность Сатурна в гороскопе — это благословение, которое говорит о том, что в прошлой жизни вы жили по совести и старались творить только хорошую карму. Но такое редко можно увидеть, для того мы и пришли на Землю, а не родились на каких-то райских планетах. Здесь на Земле мы все отрабатываем свою карму по полной, а Сатурн следит за этим изо дня в день. Транзит — это движение планеты по домам нашего гороскопа. Всего этих домов 12, которые отвечают за разные сферы нашей жизни. Сатурн у нас планеты медленные, поэтому в каждом доме он останавливается примерно на 2,5 года и полный круг по всем домам совершает за 30 лет. У каждого человека в его карте Сатурн идет по его индивидуальному маршруту. Именно поэтому кто-то страдает и плачет, а кто-то все время наслаждается жизнью. Но все меняется со временем, потому что нет ничего вечного. И каждую секунду Сатурн продолжает свое, хоть и медленное, но верное движение. В некоторых домах Сатурн приносит счастье, облегчение. К сожалению, именно в этот период человек начинает считать, что он пуг Земли, что проблемы обходят его стороной, только он один знает, как надо жить правильно. То есть нарабатывает плохую карму, за которую Сатурн спросит потом по полной. Но самый тяжелый транзит Сатурна происходит, когда он идет по 12 дому, это дом потерь, дом духовного освобождения, по первому дому — дом Личности, и по второму дому — это дом денег. Этот транзит занимает 7,5 лет и именуется сады-садеб. В ведической астрологии этому транзиту уделяется отдельное и очень почтительное место. Это именно тот период, когда человек наиболее сильно отрабатывает свои грехи и становится, можно сказать, жертвой в руках Сатурна. В жизни каждого из нас бывают периоды, когда кажется, что жизнь навалилась, повернулась с негативной стороной, что даже невозможно вдохнуть полной грудью. И именно так действует Сатурн, когда приходит время его неблагоприятного транзита. К периоду сады-садеб необходимо готовиться заранее, читать мантры, поститься, как-то умелости вид Сатурн. Самая лучшая подготовка — это просто не отворить негативную карму, постоянно поддерживать связь с высшими силами. Непосредственно в сам период сады-садеб нужно вести максимально насыщенную духовную жизнь. Чем больше благости будет в вашей жизни, тем легче вы переживете трудное время, поскольку сады-садеб длится 7,5 лет, и между этими периодами проходит около 22 лет. Другими словами, сначала сады-садеб начинаются каждые 29 лет. То есть за свою жизнь человек может пережить до трех сады-садеб. Иногда говорят, что первый сады-садеб человек может потерять кого-то из близких, может быть, родителей, может быть, бабушек, дедушек. Во второй сады-садеб может потерять именно уже отца или мать, а в третий человек может уйти сам. Но это не правило и лишь указывает на фатальность периода сады-садеб. В действительности не все 7,5 лет сады-садеб неприятны. И могут в течение сады-садеб произойти некоторые благоприятные события, такие как брак, рождение детей, продвижение по службе, по карьерной лестнице, победа в каких-то выборах, какое-то путешествие за границу. Во время 7,5-летнего периода сады-садеб нужно быть смиренным. И это пройдет, это просто энергия. Нужно особенно вредно заниматься духовными практиками, помогать другим. Но опять же, не потому что я сказала или так положено, а потому что вы сами этого хотите. Не нужно спешить с принятием каких-то решений, лучше подумать дважды. Не нужно торопясь давать обещания. Нужно заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся. Нужно стараться осознанно управлять своим настроением. И тогда вы увидите положительные изменения в вашей жизни. Будет такой опыт, который никогда не повторится. Шани сделает вас сияющим, как драгоценный камень. Одно из имен шани – мант, то есть медленно движущийся. Станьте медленно движущимся, как он. Будьте осмотрительны, всё взвешивайте, только затем принимайте какие-то решения. Саби-стати имеет две стороны, как и любая медаль. Многим известна только негативная сторона. Это смерть, болезнь, разрушение, депрессия, крах, крах семьи, бизнес, разорение. Но Сатурн вносит положительные изменения в жизнь. И другая сторона – это человек получает повышение, счастливый брак. Человек добивается головокружительных высот. Кто-то получает огромное наследство совершенно нежданно. Кто-то зарабатывает очень много денег. Кто-то становится известным, кто-то выигрывает в лотерею. Во всех этих случаях человеку пришлось брать на себя дополнительные обязанности и ответственность. Но это того стоило. Поэтому не стоит себя накручивать преждевременно. В любом случае терпение вам и выдержки в этот непростой период. Коррективные методы для периода Сады-Сати упаи – это методы гармонизации негативного влияния планет в юридической астрологии. Упаи для Сатурна в период Сады-Сати могут пройти в этот период легче и с меньшими потерями, если вы будете это делать. Коррективные методы являются дополнительными. Ведь самое главное – это ваша честность, упорная работа и преданность. Во-первых, обратитесь к Хануману. Почитание его освободит от неблагоприятного воздействия шани. Почитайте Ханумана по субботам. Зажигайте лампу с маслом кхи перед его изображением. Попробуйте носить синий сапфир, либо аметист, но за этим обязательно, пожалуйста, обратитесь к хорошему астрологу. А вот железное кольцо из подковы черного коня можно налить в субботу на средний палец во время растущей луны. Но опять же, если вы знаете, что у вас с Адысатем. Не покупайте по субботам черную одежду изделия из железа, сталь, нефть и масло. Поливайте дерево, смоковницу, в то время как повторяйте 10 мёд шани. Также можно добавить немного семян черного кунжута. Вот он тоже хорошо гармонизирует шани. Лучшим средством для улучшения влияния шани во время периода сады сати является пение мантры Маха Мдитюнджая Ом Тьямбакам Яджмахе Супанхим Пушки Вардханам Урувакамира Бандханан Мрихиор Мукшия Мамритат. Она у вас здесь сейчас появится, не пугайтесь. Повторять нужно 125 дней по 1080 раз каждый день. Кроме этого, рекомендуется ношение на свете пальца железного кольца, надетого в субботу. Отказ от мяса птицы, они под защитой Сатурна. Убрать из дома все сухие растения, декоративные деревья, цветочки и так далее. Взамен можете выращивать и ухаживать за хвойными деревьями, например. Можете поливать и ухаживать за халками. Избавьтесь от антиквариата, кормите черепах, соблюдение полного поста, голодание по субботам или употребление пищи только молока. Но опять же, следите за здоровьем, главное, чтобы себе не навредить. Принятие ванны по субботам судьмой, черными семенами кунжута и анисом. Пожертвование чечевицы, масла, сапфира, семян кунжута, быка, денег в черной одежде. Регулярные и искренние молитвы о славе, принятии Бога в своем сердце. Можно выбрать молитву в своей религиозной традиции. Если вы любитель ветвь, выбирайте Махамрию Джаю мантру или Гаятки мантру. Ну и, конечно же, благочестивые поступки и регулярная помощь старикам, больным, нуждающимся. Медитация, йога, цигун, чтение священных писаний, опять же, слушание мантр. Мы их просто дома, например, включаем. Дети регулярные аскезы на благо окружающих, например, можно заказывать нуждающимся еду. Можете сами готовить что-то такое. Можете дом престарелых накормить. Чтение книги «Величие Сатурна» Роберта Свободы по субботам. Помощь своим подчиненным, помощь рабочим, пожилым людям, больным людям, инвалидам. Помощь бездомным, детям, беспризорникам, помощь присмыкающимся. Организациям, которые занимаются защитой присмыкающихся. Смотрите сериал «Шанидеф» по субботам. Катха для Сатурна, которая есть на канале, это отрывок из той самой книги Роберта Свободы «Величие Сатурна». Можете слушать. Точнее, я очень рекомендую слушать. Носить цвета планеты в этот день. Ну и на этом, пожалуй, всё. Ставьте лайки, если видео было полезным. Я вас благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. А я вас всех обнимаю. Всем классного дня.